Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить тертили. Для этого нам понадобится фарш смешанный половина свинины и половина говядины 300 граммов риса морковь мы с луком обжарили уже 1 головка репчатого лука 1 морковь яйцо для фарша соль перец черный зиру мы взяли и для соуса нам понадобится сметана и томатный соус если вы не любите соус можно его заменить томатным соком приступаем к приготовлению рис мы отварили до полуготовности добавляем его в фарш 300 граммов добавляем лук с морковкой обжаренной разбиваем яйцо добавляем соль я очень сильно люблю зиру как бы в мясные блюда я стараюсь ее класть если вы не любите ее то можете не класть добавляем черный перец и добавим немножко зелени сушеной чуть-чуть все тщательно размешиваем фарш мы тщательно перемешали и приступаем к приготовлению тефтель формируем шарики и выкладываем их на сковородочку в пистере мы выложили в сковородочку обжариваем их с одной стороны без лописной корочки затем с другой стороны Пока наши тефтели обжариваются, мы будем готовить соус. Для соуса нам понадобится 1 полная ложка сметаны, такая же полная ложка томатной пасты. Если не любите томатную пасту, можно ее изменить томатным соком. Примерно это будет пол стакана томатного сока. И наш соус мы сейчас доведем воду до консистенции кефира, чтобы он был жидким. Вода должна быть чипяченой. И добавляем наш соус зелень, у нас зелень сушеная. И перемешиваем. Делочки наши обжарились с одной стороны. Мы их переворачиваем на другую сторону. И обжариваем их также до золотистой корочки. Тефтели мы обжарили с обеих сторон и заливаем их соусом. Накрываем крышечкой и готовим еще при пониженной температуре 15-20 минут. Тефтели наши готовы. Солк у нас выкипел и загустел. Мы их будем подавать с макаронами. Тефтели наши готовы. Мы их готовили 40 минут. Готовятся они очень быстро, вкусные, оригинальные. Их можно подавать с любым гарниром. То ли гречка, то ли пюре. Может быть и рис отварной. Пожалуйста, готовьте вместе с нами. Спасибо вам за внимание. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...